МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север. С вами Ольга Руссул. Здравствуйте в этом выпуске. В Ненецком автономном округе день рождения региона отметили торжественной церемонии награждения за заслуги перед округом праздничными концертами и спортивными мероприятиями. 295 работников Печорского лесозавода ушли на фронт. Больше половины не вернулись. В лесозаводском парке увековечили память героев Великой Отечественной войны. Чистые игры, новый формат проведения экологической акции «Чистая Арктика». В режиме командных соревнований волонтеры убирали мусор в окрестностях поселка Искателей. Ненецкий округ отметил 92-ю годовщину образования. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Ненецкого автономного округа и Дню работников нефтяной и газовой промышленности, прошли в эти выходные. Праздничные концерты местных коллективов и приглашенных звезд стали подарком жителям в этот праздничный день. Добавлю, все мероприятия проходили на открытых площадках с соблюдением мер безопасности. Генеральным спонсором праздника выступила компания «Лукоил». Праздничный концерт творческих коллективов открыл большой окружной праздник. Ненецкий округ был образован 15 июля 1929 года. За 92-летнюю историю пройден большой путь. Сейчас наш округ – форпост России в Арктике и нефтедобывающий регион. Десятки нефтяных компаний добывают миллионы тонн черного золота. Не случайно, что традиционно в это время отмечают сразу два праздника – день рождения округа и день работников нефтяной и газовой промышленности. И каждый год, несмотря на погоду, жители региона приходят на центральную площадь Нарьенмара-Марацей, чтобы поздравить друг друга с днем рождения любимого округа. День рождения округа очень хороший, замечательный. Это же для нас праздник. Округу, процветание, гемографический уровень поднять, население, ну и независимости. Я тут из командировки из Новосибирска, но пожелал бы дальнейшего развития, чтобы Курнесибирский, Пустозерск, ваш, 500 лет было, и север, и туристический был, и известен во всем мире, пускай туристы к нам приезжают. Процветание, стабильность и приплыва населения, чтобы больше населения у нас было. Вы все время приходите на праздник? Стараемся. Каждый год быть на праздники. Тем более у нас сейчас дочка будет выступать, будем за ней наблюдать. Я жил в округу, чтобы он процветал, и все было хорошо в целом. Не хватает нормальных погодных условий, а так все нормально, все устраивает. А вечером торжества по случаю праздников, дня рождения Ненецкого округа и профессионального праздника нефтяников продолжились большим концертом с участием звезд российской эстрады. Перед выступлением жителей региона поздравил губернатор Юрий Бездудный. В 92-й день рождения для жителей Ненецкого округа выступила популярная группа «Иванушки Интернешнл». Артисты исполнили свои главные хиты. Праздничные мероприятия, посвященные Дню образования Ненецкого автономного округа и Дню работников нефтяной и газовой промышленности, проведены при финансовой поддержке генерального партнера компании «Лукоил». Ольга Руссул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Жители Ненецкого автономного округа удостоены государственных наград Российской Федерации поощрению президента России, государственных наград Ненецкого автономного округа и профессиональных почетных званий региона. Церемония награждения по традиции состоялась в День округа. Награды вручил глава региона Юрий Бездудный. В списке награждаемых представители самых разных профессий это люди, которые добились успеха в медицине и строительстве, в сельском хозяйстве и образовательной деятельности. Как отметил глава региона, всех их объединяет одно – многолетний добросовестный труд на благо Ненецкого автономного округа. Знаком отличия за наставничество награждена главный бухгалтер издательского дома Татьяна Коняева. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено медсестре Центральной районной поликлиники Татьяне Зур. Медаль за труды по сельскому хозяйству вручена председателю рыболовецкого колхоза «Победа» Николаю Быхану. Почетной грамотой президента России награждены работники Нарьинмарского морского порта Докер, механизатор Сергей Дрябко и электромонтер Николай Милин. Благодарности президента Российской Федерации вручены учителям средней школы поселка Искателей Александре Белоусовой и Наталье Тарасенко. Почетной грамотой Ненецкого автономного округа удостоена старшая медсестра Ненецкой окружной больницы Оксана Попова. Окружное звание почетный работник сферы общественного питания присвоено бригадиру-кондитеру Нарьинмарского городского потребительского общества Татьяне Сафоновой. Почетным строителем округа стал ветеран труда Владимир Кокаулин. Почетным работником физической культуры и спорта тренер, преподаватель, дюцелидер Юрий Чупров. Региональное звание почетный работник ветеринарной отрасли присвоено ветеранам труда Валентине Каневой и Митрофану Каневу. Звание почетный работник нефтегазодобывающей промышленности присвоено ведущему инженеру предприятия «Лукоил Севернефтегаз» компании «Лукоил Коми» Андрею Гусеву. Почетными работниками лесоперерабатывающей отрасли Ненецкого автономного округа стали ветераны труда Нина Кузнецова и Дина Ядрышникова. Всего было вручено 16 наград. В лесозаводском парке города Нарьинмара в минувшую субботу в торжественной обстановке открыли памятный знак работникам Печорского лесозавода героям Великой Отечественной войны. Дождливая осенняя погода не помешала торжественной церемонии. Сюда, в лесозаводской парк на открытии памятного знака в честь лесозаводчан призванных на поля сражений Великой Отечественной войны пришли дети и внуки героев. Инициатива увековечить имена солдат Второй мировой войны принадлежит Совету ветеранов Печорского лесозавода старейшего предприятия в Ненецком автономном округе. Инициативу поддержал Региональный совет ветеранов войны и труда муниципальные и окружные власти. 22 июня 2021 года в день годовщины начала войны также в торжественной обстановке в лесозаводском парке заложили основу под будущий фундамент памятного знака. Осенью торжественно открыли. Сегодня мы открыли еще одну страницу истории нашего завода и увековечили ее в этом стенде памяти. Здесь у нас значатся фамилии тех, кто ушел с первых дней войны и был призван нашего Печорского лесозавода. Перед началом Великой Отечественной войны Печорский лесозавод был крупнейшим предприятием Наринмара. На нем работали почти 400 человек. Из них 295 ушли на войну. Больше половины 170 лесозаводчан не вернулись. Все 295 фамилий выгравировали и увековечили на этом памятном знаке. Мы не забудем подвиг героев. Мы знаем, кто победил в Великой Отечественной войне. Это народ, советский народ. Слава героям, слава народу победителю. Участие в торжественном мероприятии приняли также представители федеральной, окружной и муниципальной власти. В своих выступлениях они говорили о важности и преемственности поколений, об исторической памяти народа, которую необходимо сохранять. Сегодня мы должны передать эту память нашим детям и внукам, нашим сегодняшним. Поэтому давайте будем этим заниматься, давайте будем воспитывать нашу молодежь. Только тогда мы будем все вместе частью большой страны, частью великой страны, которую никому не поведение. Работники лесозавода не только бесстрашно сражались за родину на фронтах Великой Отечественной войны и были награждены боевыми наградами. Они внесли немалый вклад и в экономику округа и страны. Трудовой подвиг лесозаводчан также нашел отражение и увековечен на памятном знаке в лесозаводском парке. Здесь выгравированы фамилии тех, кто был удостоен уже в послевоенное время высоких правительственных наград за свой труд. Таких, как Орден Трудового Красного Знамени, Орден Знак Почета, Орден Трудовой Славы, Медаль за Трудовую Доблесть, Медаль за Трудовое Отличие. Всего 24 награжденных. Елизавета Кабанова, Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. 1 сентября Ростелеком в два раза увеличил скорость доступа к сети интернет для абонентов, подключенных по технологии PON в городе Нарьинмаре и поселке Искатели. Изменения коснулись более 4 тысяч клиентов. В среднем скорость интернет-соединения выросла в два раза. При этом размер абонентской платы остался без изменений. На наиболее популярных тарифных планах у жителей столицы Ненецкого округа и поселка Искатели скорость была увеличена с 50 до 100 мегабит в секунду. А максимальная скорость интернета от Ростелекома в регионе теперь составляет 150 мегабит в секунду. Она доступна абонентам в тарифе игровой, также включающим в себя уникальные бонусы для геймеров. Я пользуюсь домашним интернетом. У меня заключен договор с Ростелекомом. Как давно пользуетесь? Насколько довольны услугами? Пользуюсь давно, более двух лет. Услугой очень доволен. Особенно сейчас, когда увеличили скорость. И это прекрасный подарок к началу учебного года. Домашний интернет я подключил порядка уже полутора год назад. Значит, у меня Ростелеком предоставляют услуги. Услуги, я вам скажу, очень качественные и недорогие. Предлагают многие услуги дополнительно. Значит, это видеонаблюдение. Это очень хорошо для частного сектора. Значит, дети постоянно смотрят телевизор. Сигнал качественный. Вы подняли Ростелеком скорость? Ощутили вы это на себе? Ну, я, в принципе, и так был доволен скоростью интернета, да? Ну, вот, допустим, мы приходим с семьей и у нас все в интернете сидят. Друзья приходят, и всем хватает интернета. Ну, сейчас уже вместо 50 сделали 100. Ну, это, конечно, еще лучше и для благосостояния людей. И очень хорошо. Роль технологии телекоммуникационных сетей в мире продолжает стремительно расти. Новейшие технологии сменяют предшественников. Скорости доступа в сеть интернет определяются трехзначными цифрами. Ростелеком является одним из ведущих операторов связи, предоставляющих услуги на территории Ненецкого автономного округа. Основная масса пользователей подключена по технологии PON. Технология PON, английский Passive Optical Network, пассивная оптическая сеть, обладает высокой скоростью передачи данных и надежностью при эксплуатации, благодаря чему абонент получает качественные цифровые услуги и сервисы. Интернет, телефонную связь, IP-телевидение, а также сервисы умного дома и видеонаблюдение. PON позволяет наращивать мощность в случае растущих потребностей абонентов. Ненецкий автономный округ традиционно находится в фокусе внимания компании Ростелеком. Мы последовательно развиваем здесь свою сеть. Позволю себе напомнить, что в 2011 году весь Наринмар использовал канал всего лишь 16 мегабит в секунду. Это был спутниковый канал. На сегодняшний день уже более 10 тысяч семей в Наринмаре и в поселке Искателе имеют возможность подключиться на скорости до 150 мегабит в секунду. Это оптиковолокно. Мы эту сеть продолжаем развивать достаточно активно. Она позволяет подключаться не только к интернету, но и к различным цифровым сервисам. Также мы планируем регулярно повышать скорость на этой сети для того, чтобы нашим абонентам, уважаемым жителям Наринмара, было как можно более комфортно пользоваться нашими услугами. С наступлением пандемии цифровая трансформация значительно ускорила темп. Обучение студентов и школьников перешло в онлайн-формат. Многие родители стали работать удаленно через мобильные приложения и сегодня можно заказать абсолютно любые товары. Но для всего этого, конечно, нужен хороший интернет. Какие же скорости самые востребованные у жителей Заполярья? Большинство наших клиентов выбирают тарифы к сети интернет со скоростью доступа 50 и 100 мегабит в секунду. Именно эта скорость позволяет нашим клиентам удовлетворить все их потребности. А их у обычной семьи много. Это и удаленная работа, и учеба, и различные развлечения. А тарифы 150 мегабит в секунду мы можем порекомендовать геймерам или тем клиентам, у которых дома много различных гаджетов и все требуют подключения к сети. Подключить услуги Ростелекома достаточно просто. Эту заявку можно подать по телефону 8 800 1800 или на сайте rt.ru. На достигнутом Ростелеком не остановится. В планах расширение оптической сети связи на территории и подключение к цифровым услугам и сервисам все большего числа жителей Ненецкого автономного округа. Сохраним экологию Арктики. В Ненецком округе набирает обороты экологический проект «Чистая Арктика». В формате игры ее участники убирали от мусора территорию в окрестностях поселка Искателей. Акция «Чистая Арктика» в регионе проходит уже второй раз. Сегодня на территории старозверофермы, несмотря на холод и дождь, собралось более 200 участников, чтобы убрать местную территорию от мусора. Старт акции дал глава региона Юрий Бездудный. А в уборке территории принимали участие не только активисты и волонтеры, но и официальные лица. Здесь собрались неравнодушные люди. Люди, для которых экология не пустой звук. Люди, не те люди, которые пишут об этом, а те люди, активисты, добровольцы, которые действительно хотят, чтобы Арктика была чистой. Друзья, ни дождь, ни снег не могут нас остановить. Мы полны решимости навести в Арктике порядок. За чистую Арктику поздравляю вас с этой экологической акцией. На протяжении двух часов под дождем участники убирали мусор в форме командных игр. Они так и называются «чистые игры». За собранный мусор жюри начисляли командам баллы. В конечном итоге выявили победителей. Ими стали команда «Городские». Следом за ними коллектив «Экология». Третье место у команды «Строитель». Главным гостем и участником экологической акции стала известная российская телеведущая, журналист и экоблогер Ирена Понарошку, амбассадор проекта «Чистая Арктика». Я борец за экологию. Мне небезразлична судьба нашей планеты. И поэтому я с удовольствием принимаю участие. Всегда, когда меня приглашают, будь то остров в Таиланде, или тундра под Нарьанмар, или пляж под Мурманском, я всегда рада помочь тем, чем могу. Также в Ненецкий округ принять участие в масштабной акции приехали волонтеры из Краснодарского края. Команда «Южан», принявшая участие в экологической акции на другом краю страны, помогла Крайнему Северу стать намного чище. Мы помогаем наводить чистоту на природе в арктической зоне. Сама акция растирается на территории всей арктической зоны. И сегодня, в данный момент, мы находимся возле города Нарьанмар, где с ребятами, с нескольких регионов, в том числе с местными ребятами, наводим порядок и чистоту в Арктике. Экологическое состояние природы напрямую зависит от людей. Любой оставленный на природе фантик от конфеты может нанести вред окружающей среде, не говоря уже о пластике и металлоломе. В условиях Арктики природа восстанавливается очень медленно. Все знают о том, как, к сожалению, страдает непосредственно наша планета от загрязнения. И у меня, как у многодетной мамочки, трое детей, я, безусловно, тоже забочусь об их будущем и также о нашей планете. Так что я считаю, что обязательно нужно сохранять природу, быть более осознанным и действительно принимать непосредственно участие в таких мероприятиях, потому что слова – это слова, а действия – это действия. Напомним, что первый субботник в рамках федерального проекта «Чистая Арктика» состоялся в Наринмаре в прошлую субботу, 4 сентября. На этот раз волонтеры убрали территорию более 4 гектаров. Среди бегущих первых нет и отстающих в Ненецком округе в седьмой раз стартовала спортивная акция «Беги за мной». На дистанцию в центре города вышли порядка 350 человек. Ни возраст, ни пол не имел значения. Главное условие – хорошее настроение и стремление к здоровому образу жизни. Подробности далее. До старта всего полчаса, а очередь на регистрацию будущих участников забега не уменьшается. Наринмарцы активно готовятся к одному из самых массовых спортивных мероприятий этого сезона. Граждане подходят, называют фамилию, имя, отчество и возраст, а также называют размер своей одежды. Мы выдаем футболочки и бутылочки. Принять участие в спортивной акции приходят парами, целыми семьями, включая малышей в колясках и, конечно, с друзьями. А где вы пришли с друзьями? С друзьями. Глеб, Миша, Ваня. Ну и мама у Глеба. И все. Только за первый час после открытия регистрации желание принять участие в забеге изъявили более ста человек. Здесь нет возрастных ограничений, ограничений по возрасту и физической подготовке. Бегут все, кто хочет. Кстати, скорость тоже не важна. Забег проводится уже в седьмой раз, и на этом останавливаться мы не собираемся, потому что люди уже действительно ждут этот забег, ждут это мероприятие из года в год. Этот забег объединяет всех желающих бежать. Просто это забег, который объединяет разных людей, независимо от пола, возраста, религий, вероисповедания. Здесь мы все вместе. Участники забега, а это порядка 350 человек, готовятся к старту. Он рядом с площадью Марацей. Маршрут проходит по центральным улицам Нарьинмара. Старт забегу дает губернатор Юрий Бездудный. Вы сильные, мужественные, смелые, не боитесь никакой непогоды. Дорогие друзья, на старт! Погода, прямо скажем, спортивным достижениям не способствует. Но холодный ветер, а временами и дождь не останавливают участников. Когда хотелось, когда не хотелось, пришлось брать на руки. Несложно, несложно, никаких трудностей. Погода только подвела, а так все хорошо. Среди участников акции, вице-спикер окружного собрания депутатов Максим Арбузов. Политик говорит, что старается всегда принимать участие в подобных спортивных мероприятиях. Главное же участие, здоровье и физкультура. Это же не спорт высоких достижений. Мы здесь для того, чтобы быть здоровыми и больше за счет нашего здоровья сделать для Родины и друг для друга. И несмотря на то, что скорость для участников акции «Беги за мной» не имела никакого значения, самого быстрого спортсмена все же отметила жюри. Им стал Павел Чупров. Вообще несложно, я почти ничего не почувствовал. С легкостью. Организаторы акции отметили участников забега по трем номинациям. Самый старший участник, самый младший и самая большая семья. Так, самой опытной бегуньи Агафьи Григорьевне Даниловой 94 года. Самому юному Дарье Золотой 5 месяцев. А семья Тютиных была самой многочисленной. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север». И на этом у меня все. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире. До встречи в эфире.